В течение столетий исландцы вяжут изделия из шерсти местных пород овец. Они уверены, что их свитера особенные, поскольку из-за отдалённости острова животные сохранили чистоту породы, а их шерсть приобрела свойство выдерживать суровую субарктическую погоду. На пастбищах страны пасётся полмиллиона овец. Они обеспечивают магазины самым разнообразным ассортиментом товаров, включая свитера, шапки и варежки. Для туристов они всегда были главным сувениром. Однако местные производители шерстяной одежды еле сводят концы с концами, поскольку теперь у них появились конкуренты. Исландскую шерсть в контейнерах отправляют в Китай, где из неё производят продукцию. Потом она возвращается на остров с пометкой «Сделано из исландской шерсти». Недавно местные компании даже потребовали от правительства, чтобы оно запретило писать на изделии, что оно исландское, если оно не произведено на острове. «Импортируются копии. А мы знаем, что копии – это не настоящая вещь. Но люди покупают их под видом местной продукции, так же, как подделки известных брендов. И, возможно, дома люди поймут, что свитер был сделан в Азии». Вязание вещей для исландцев – традиционное занятие. Для многих это дополнительный доход. Однако китайский импорт лишает людей-клиентов, среди которых много туристов. «На этот свитер ушло где-то 20-25 часов. Он почти готов». Однако некоторые продавцы говорят, что местной рабочей силы не хватает. «Мы производим продукцию за пределами Исландии, поскольку тут возможностей не хватает. Нам нужно 200-250 вязальщиц, которые бы работали полный день. А у нас столько людей нет». Местные китайские свитера стоят 200 и 170 долларов соответственно. Однако разница в цене не отражает разницы в зарплатах между двумя странами. В Китае за работу, как предполагается, платят около 5 долларов в час, а в Исландии сумма превышает 14 долларов.